ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Я все могу. Ну что, мы начинаем блоговую историю нашего блога. Мы в Сачах наполняем зожем, спортом, жесткой активностью. И советую вам тоже не сидеть дома, встать и побежать. Прошел сушок, что проходит детский хоккейный турнир. Узнаем, что там как. По слухам, это детский турнир, который проводится раз в год. И он очень важный. Бесплатный. Респекты, друзья. Все знают, что после Олимпиады Сочи стал буквально просто напичкан различными мероприятиями и активностями. Мы решили, что наша программа начнется с хоккея. Тут проходит Кубок Газпром нефти. Это крупнейший турнир в Европе, где принимают участие 6 стран со всего мира. И с минуты на минуту на это поле вылетит куча маленьких мужиков и будут драться не на жизнь, а насмерть. Воу, фантаст... Просто фантаст, прикинь. Мы решили осветить этот детский турнир. Это я сказал организаторам, мы сказали, вообще говно, вопрос. Мы аккредитовались как пресса. Полный вездеход, завтра открытие турнира, и мы это снимем. Ребята, не поверите, где я. Похоже на транспорт Формулы-1. Но на самом деле мы находимся под дворцом спорта большой. У нас будет максимальная запрещенка. Сразу скажу, что такого в России еще не делал никто. Так что, ребята, в конце видео вы увидите максимальную жескотятину. Так, ну, что я здесь вот? Слушай, а можно нам еще одни коньки? Коней, ты думаешь, попадут? А вдруг? Респект. Сейчас кое-что покажу, давай, стены. Ребята, как вы думаете, что мы сделаем? Смотрите, это воротарская клюшка. Как вы понимаете, это воротарская форма, но это максимум информации, которую я вам скажу. Сейчас стоим на паузу и пишем в комментах, что же я сделаю максимального запрещенного. А, я говорил тоже, что по вы еще в России никто не делал. Так что пишите в комментах свои предположения. И не нужно писать, типа, ну ты выйдешь на лед. Ну, по-моему, блядь, это же очевидно. Мы оставляем амуницию здесь. Сейчас мы идем на открытие, и завтра, после матча, вы увидите. Что-то увидите точно. Смолвил, как боженька поручила. Ребята, таинство идет подготовка к открытию неофициального чемпионата Европы по хоккею детей до 11 лет. И мне даже страшно как-то. Происходит просто какое-то мясо. Такого вы раньше не видели, я вам отвечаю. Я такого раньше не видел. Стадион орет, вы чувствуете, папа выше. Вот это, ребята, самое настоящее закулисье. И я никогда не думал, что вот так все может повернуться, что мы, черт возьми, находимся на Олимпийском объекте, когда через 12 минут только людей запустят на это мероприятие. И да, я, конечно, не скрою удовольствие от получения пресс-карты. Сейчас становится отношение к блогерам, ребята, как к журналистам. Даже может быть и лучше. Конечно, масштаб просто поражает, ребята. Это не просто какой-то стадион, это просто целый город. Здесь внутри двустороннее движение, чтобы вы понимали. А кубок на первом этаже как-нибудь туда пройти? Наверх выйти, да? Все, понял, спасибо. Сейчас мы увидим с вами кубок неофициального чемпионата Европы. Масштаб-то поражает по сравнению с вчерашним днем. Мы не прогадали, слушай. Какая конференция? Восточная и западная? Это западная, да? В Сочи проходит часть турнира западной конференции. Вторая часть, Восток, она проходит в Омске. После того, как выяснится победителя, финал состоится в Омске. И победитель получит вот этот кубок. И мы сейчас оставим с вами эту очередь и сфоткаемся с этим кубком. Пойдем по кругу различные активити посмотрим. А кепку эту купить никак нельзя, да? Расскажите, что надо сделать для этого. Вы можете взять лотерейные билеты либо у мальчиков, либо на другой фотозоне активности. А во время перерывов между матчами эти билеты лотерейные будут разыгрываться ведущим. И если вы выиграете, можно будет прийти и получить кепочку. Купить этот экстузив невозможно. Спасибо большое. Погнали, посмотрим, что еще есть. Блин, зажали нам кепку. Че за? Чтобы выиграть кепку, шайбу и все остальное. Настроя. Отлично. На входе D стоят вазы. В них бросаете маленький корешок с номером. Большой оставляете себе обязательно. Когда розыгрыш? Во время игры будет розыгрыш, проведем через лототрон. Назовут номер и по большому корешку можно будет получить приз. Хорошо, у меня такой вопрос. По какому принципу вы раздаете количество билетов? По количеству людей. А вы ему дали сейчас три штуки. И к трое по билетам. Он один был. Каман. И тут пять, а нас трое. Давайте еще пять. Ну нет, что справедливо. Спасибо. Ребята, чувствую кепку. Чувствую кепку. Так, у нас немного времени. Я понял цель. У нас появился челлендж. Кепка. Ну такое. А теперь искренние эмоции. Это просто, ребята, это просто нереально. Опа, ростовая дженга. Ну понятно, это для лилипутов. Билетов можно, пожалуйста? Мы хотим кепку. Я бы хотела. Да, очень. Песеньку или стихотворение? Пусть мама увидит, пусть мама поймет. Пусть мама ко мне не при... Блин, пусть мама ко мне... Помоги, пожалуйста, петь. Ребята, знаете какую-нибудь песню? Кепка нужна очень. Рассветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Я думал, мне кепку дадут. Столько позора ради билет. А мы, ребята, типа такой, знаете, говнодневник хача. Давайте, можно с вами пофоткаться? Давай. Фотографию. О, я с телочкой мы, да? Да, я успеваю. Я чику замутил. Солид, дико дружеская атмосфера. Люди все в шикарном настроении. И у меня у нас все настроение дико повысилось. Чувствуется позитивная энергетика. Позитивная энергетика ЗОЖа. Он во мне. Ну, конечно, огромный респект за организацию. Здесь просто на каждом квадратном метре можно чем-нибудь заняться. Сто процентов. Ну, наша цель – это замутить себе кепочку. Опа, вижу еще талоны. Ой, здравствуйте. А можно у вас талоны? На строе. Спасибо большое. И мы близимся к кепке. Так, вся надежда только на кепку. На кепку. Итак, ребята, мы переходим к самому мероприятию. К открытию турнира. Погнали посмотрим, что там происходит. Кстати, как я понял, здесь будет присутствовать примерно 10 тысяч человек. Или даже больше. В то время, когда мне казалось, что Сочи просто абсолютно пустой. Уверен, что это будут крутые эмоции. Погнали. Ребята, в первом ряду. Ребята, просто фантастика, что в первом ряду мы можем наблюдать такое действие. Это просто огонь. Эмоции зашкаливают. Это просто огонь. Тут решится история, и на лед выходят новые овечкины, малкины и буре. У меня мурашки, ребята. Это просто нереально. Просто кайф. 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 Ребята, и вы спросите, Габар, какого хрена, что происходит? Я не спортивный корреспондент. Я не очень шарил за хоккей вообще, но я хочу просто, чтобы вы прониклись атмосферой спорта, дружбы и вот этой борьбы. И суть в том, что когда я побольше узнал про этот турнир, во мне было только одно единственное чувство. Чувство зависти. Потому что в этом возрасте эти люди уже определились с тем, кем они будут. И они будут, черт возьми, спортивными легендами. Поэтому наверняка у меня у подписчиков есть дети. Ребята, не упускайте возможность подарить детям вот такую мечту. Не просто мечту, а спортивную мечту. Давай. Ага. Вот давай, давай. Не просто, это журналисты, которые нам говорят, блогеры, потому что постоянно перед камерой маятят. И сейчас, видели, он раз, респекты. Здесь стоит просто безумная атмосфера дружбы, потому что за кулисей они все друг с другом. Давай, брат, брат. Но при этом на поле они остаются правильными врагами, где главная цель победить. Просто обожаю командные виды спорта, честно. На первом месте для меня был скетбол. В футбол я спокоен. Но когда я оказался за кулисей на хоккее, у меня просто перехлестывают эмоции. Респекты, друзья. Короче, матч ушел на второй план. Я обманным путем замутил себе до хренищих билетов. И билет должен качаться был на 16, чтобы все выдали кепку. То есть до хрена этих кепок. И я не выиграл кепку. Я хочу кепку. И я долго думал, как же мне замутить эту кепку. И я написал организаторам еще раз. И сказал, мне нужна эта кепка. Черт возьми. Так что, ребята, если нам сейчас организаторы не помогут, потому что они так много на нас сделали, мы будем кроваво отбирать эту кепку у людей. Я не знаю, что. Я не знаю. Турнир теряет свою ценность без увезенного сувенира. Я прав? А кепку купить нельзя. Черт. Кепку хочу. Чуваки, я поступил, как настоящая крыса. Так разбомбило меня, что я не замутил себе эту кепку. А я люблю кепку. И да! У меня есть кепка. Я молодец. Пацаны мне за кадром говорят, что не по-пацански я поступил. Но, черт возьми. А я доволен. Как, а? Будущее. Пишите в комментариях, крыса ли я или что? Пишите в комментариях. 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 ЛОПА! 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 Вы максимально были жёсткие. Кто запил буллит? Кондрат! Красава! Кто вообще самый жёсткий в команде? Кондрат! Камень! Ребята, слушайте, скажите, кто из вас будет 100% легендой в будущем? Кто? Легендой? Все! Все? Так, все попадя на руку, давайте сграфируемся. Я с будущими легендами сграфировался. РЕСПЕКТЫ! КВЕВЕРДИ! Теперь серьезный вопрос. Кто сам пос� returns на хоккей, а кого родители провели? Я сам! Ну что вы угадываете, я в садике. Долго вас не буду отвлекать, скажите, вы мечтаете вообще в НХЛ играть или вы до конца будете преданы своему клубу? Ну я не знаю. Да чё overload Ребята, я поздравляю вас. Желаю вам успехов на этом турнире. Вы крутые. Как и львы деритесь. Давайте. Спасибо. Поздравляем. Ощущение, что они выиграли, а трясет меня, я не могу понять. Ребята, вот так нашему блогу посчастливилось побывать на первом матче открытия. Ребята, говорить о каких-то эмоциях, это просто бесполезно, потому что вы сами видели, что меня просто разорвало. Просто меня в раздевалке просто порвало. Это спорт, это азарт и куча, куча, куча адреналина. Занимайте спорт. И, ребята, как я и говорил в конце видоса, будет максимально жесткая хоккейная запрещенка. Досмотреть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА